это пульс дня по скриптум мы продолжаем выпуск по данным стокгольмского международного института исследований проблем мира после начала войны в украине расходы на оборону во всем мире стремительно выросли и достигли в прошлом году рекордных более 2 триллионов долларов для европы этот рост оказался самым ощутимым за последние 30 лет пальма первенства по военным расходам по-прежнему остается за соединенными штатами китаем и россией на их долю приходится 56 процентов всех мировых трат на вооружение однако страны центральной и западной европы потратившие на оборону в прошлом году 345 миллиардов долларов по затратам не только вернулись к уровню холодной войны когда противостояние с ссср было особо напряженным но и превзошли в реальных показателях уровень 1989 последнего года холодной войны этому безусловно поспособствовала долго откладывавшиеся многими странами членами нато решение начать выполнять взятые на себя обязательства по выделению не менее двух процентов ввп на оборону в то время как одни страны уже увеличили свои оборонные расходы другие лишь собираются поэтапно проделать это в ближайшие десятилетия при этом все наблюдают за ходом российской войны против украины в готовности пересмотреть свои бюджеты сильнее всех повысили свои оборонные расходы непосредственные соседи воюющих стран это финляндия литва швеция и польша но пожалуй самые заметные перемены происходят с германией которая решительно рвет со своим демилитаризованным прошлом с тех пор как олаф шольц в 2022 году объявил о поворотном моменте страна запустила крупнейшую со времен второй мировой войны программу перевооружения в прошлом году по размерам военного бюджета германия стояла уже на седьмом месте в мире и останавливаться она явно не собирается созданный ею 2022 внебюджетный фонд в размере 105 миллиардов долларов уже в этом году начал использоваться для повышения боеспособности бундесвера лидером по военным расходам в европе остается великобритания которая в прошлом году потратила на военные нужды шестьдесят восемь с половиной миллиардов долларов из которых около двух с половиной миллиардов пришлось на помощь украине украина в связи с необходимостью отражения российской военной агрессии вынуждена была увеличить свой оборонный бюджет сразу на шестьсот сорок процентов главным образом за счет финансовых вливаний ее союзников по всему миру и неожиданно заняла 11 строчку в мировом рейтинге расходов на военные нужды ее оборонный бюджет составляет теперь рекордные 34 процента от ввп гигантская для любой экономики цифра первое место в рейтинге с большим отрывом удерживают соединенные штаты 2022 году бюджет пентагона составил астрономическую сумму 877 миллиардов это тридцать девять процентов всех мировых оборонных расходов при этом сами американцы говорят что главной причиной увеличения их оборонного бюджета является китай в прошлом году китайцы потратили на оборону 292 миллиарда заметно отставая от америки несмотря на это политики военные в сша опасаются что пекин быстро наверстывает упущенное и сокращает отставание в военной сфере россия свои истинные расходы на военные нужды скрывает однако по оценкам стокгольмского международного института исследования она занимает по этому показателю третье место в мире по данным экспертов бюджет российского оборонного ведомства в 2022 году достиг примерно восьмидесяти шести с половиной миллиардов за россии следует индия выделившая в прошлом году на оборону почти восемьдесят один с половиной миллиард война в европе индийцев практически не касается у них есть куда более насущные проблемы в виде соседей китая и пакистана в отношениях с которыми сохраняется напряженность об этом можно судить хотя бы потому что почти четверть военного бюджета индии была пущена на модернизацию военной инфраструктуры и вооружений войск охраняющих спорную границу с китаем в десятку военных тяжеловесов помимо вышеперечисленных стран входят франция южная корея и япония также саудовская аравия которая в 2022 году потратила на оборону 75 миллиардов это объясняется стремлением рияда закрепить лидирующее положение в коалиции стран с 2015 года принимающих участие в интервенции в йемене где идет затяжная гражданская война как сообщается в докладе стокгольмского международного института исследований глобальное увеличение оборонных расходов наглядно свидетельствует о том в каком опасном мире мы живем страны наращивают свою военную мощь в ответ на ухудшающуюся ситуацию которая с их точки зрения не улучшится в обозримом будущем и поэтому нужно готовиться к любым вызовам впрочем даже на столь мрачном небосклоне аналитики стокгольмского института сумели разглядеть луч надежды военные расходы африканских стран в 2022 году впервые с 2018 года понизились и составили 39 с половиной миллиардов на 5,3 процента меньше чем в 2021 году и на этом у меня все увидимся с вами завтра в программе пульс дня я желаю вам всего доброго и до свидания